В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых важных и ярких событиях этого дня вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте законно, а вот качество уборки улиц оставляет желать лучшего. Прокурор Лизанской области пообщался с журналистами. Неожиданно снежная зима. Как управление благоустройства справляется с последствиями снегопадов? Мнение жителей. Увеличение социальных выплат, новый вид кредитов и аккредитация медиков. Какие законы вступят в силу в России с 1 февраля? Театральный чемпионат от «Комсомольской правды». Какой спектакль стал лучшим, по мнению издания? Проблемы в сфере ЖКХ, повышение стоимости проезда в общественном транспорте, а также низкое качество уборки улиц Рязани. Эти и другие вопросы обсудили 30 января на пресс-конференции, которая прошла в прокуратуре Рязанской области. С журналистами пообщался главный прокурор региона Олег Черныш. Проблемы капитального ремонта, повышение оплаты проезда и будущее общественного транспорта. С этих тем началась пресс-конференция с прокурором Рязанской области. И на все вопросы Олег Черныш постарался дать ответ. За проведением капитального ремонта прокуратура следит постоянно и моментально реагирует на жалобы людей. Так, за 2017 год было привлечено к ответственности 87 лиц. В сфере ЖКХ, которая, по словам экспертов, является одной из самых прозрачных в экономике, за прошедший год выявили более 2000 преступлений. Коснулись и темы повышения оплаты за проезд. Прокурор Рязанской области Олег Черныш отметил, что при проверке они учли множество факторов и пришли к следующему выводу. Правильно поступили администрация органов. Так вот я вам цифры приведу. По результатам финансового мониторинга и анализа, который был специалистами проведен, фактическая себестоимость одной поездки пассажира по регулярным маршрутам в городском сообщении составляет в автобусе 35 рублей 79 копеек, в троллейбусе 29 рублей 22 копейки. Это без прибыли, это только себестоимость. Поднимались и вопросы об уборке платных парковок. Олег Черныш ответил очень просто. На это в прокуратуру жалоб не поступало. Но он сам хотел бы озвучить этот вопрос администрации города. Сравнивая город Рязань с Тулой, прокурор отметил, что наш регион сильно проигрывает. Постоянный снег и грязь. А касаемо платных парковок, он ответил просто. Все по закону. В полномочии органов местного самоуправления, городских и кругов, относятся принятие решения о создании и об использовании на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах, общего пользования местного значения, а также установления порядка их создания и использования. Но для города есть и хорошая новость. По договору, через 7 лет платные парковки безвозмездно перейдут в собственность муниципального образования города Рязани. От общих вопросов перешли к частным. Газопровод в селе Забуре, который стал темой для обсуждения ни одного репортажа. Прокурор Рязанской области поспешил поставить точку в этом вопросе. Есть и проектная документация к тому, чтобы его запрятать под землю, чтобы он не торчал по поверхности. Но, к сожалению, собственник участка теперь не допускает. И санаторий на свой участок, чтобы эти работы выполнить. И санаторий обратился в суд с иском о понуждении к тому, чтобы эти работы были выполнены. Хотя я не знаю. Собственник просто, наверное, не знает своих прав в этом случае. Если они это сделают, и он согласится, то он имеет право с ним потребовать франшизу за использование его участка. Чем плохо? Один из последних вопросов коснулся Рязанского конного завода в поселке Дивово Рыбновского района. Телеканалом «Город» было выпущено несколько сюжетов о гибели лошадей, а также о фактах жестокого обращения с ними. К тому же в социальных сетях не раз появлялись фотографии погибших жеребцов. Однако в ноябре прокуратуре никаких фактов жестокого обращения выявлено не было. В январе появились новые фотографии. Отреагирует ли на них прокуратура Рязанской области? Ну съездите сами посмотрите. Я вам искренне говорю, я съездил посмотрел, нормальные там лошади. Ну вот одна или две там были лошадки, у которых по трое, по четверо жеребят были. Они, конечно, маму довели до некого истощения. Надо было, конечно, кому-то следить за этим. Есть проблемы, мы на них отреагируем. Сейчас, может быть, что-то произошло опять за вот эти дни. Мы, естественно, вчера или позавчера, когда это была публикация, мы на нее отреагируем. Уже я сегодня прям прокурору дал поручение выехать, разобраться, посмотреть. По итогам пресс-конференции прокурор Рязанской области отметил, что взаимодействие СМИ с ведомством стало куда лучше. За прошедший год по сюжетам и публикациям в средствах массовой информации было организовано 54 проверки. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Повышение температуры в регионе, обильные снегопады создали массу проблем для автомобилистов и пешеходов. Ходить по нечищенным тротуарам не только неудобно, но и опасно. А езда по заснеженным дорогам все чаще оборачивается авариями. Уборку снега с дорог Рязани раскритиковал в том числе и прокурор области Олег Черныш. О снежных завалах и перспективах на будущее расскажет Анна Герцовская. Вывозит ли снег из города? Этим вопросом задаются его жители. Глядя на такие кучи в самом центре Рязани, трудно говорить о должной уборке. Горы снега между тротуарами и дорогами – привычное дело. Они появляются благодаря работе дворников и коммунальных служб. По традиции, одни скидывают снег на проезжую часть, а другие с помощью спецтехники отталкивают его в сторону тротуаров. Остается открытым вопрос о том, кто и как должен вывозить все эти горы снега. Чтобы выйти из машины, даже на платной парковке, нужно пройти целый квест. Многие горожане перелезают через сугробы в коротких ботинках или на каблуках, каждый день мерясь с происходящим. Бодрит? Да, по колену в воде. Шикарно. Ну а вообще в городе ситуация с уборкой снега как оценится? Очень плохая, особенно во дворах. Выехать на машине очень тяжело. Если с центральным дорогами более-менее ситуация нормальная, то во дворах, конечно, все ужасно. Год от года у нас улучшается хотя бы немножко ситуация? Нет, все на месте стоит. Ничего у нас не меняется. Если на центральных улицах для автомобилистов основной проблемой являются сугробы на обочине, то второстепенные улицы порой становятся вовсе труднопроходимыми. Машины не едут, а словно плывут по снегу. Парковаться в таких зонах очень тяжело. Пешеходы же страдают не только в закоулках, но и на центральных улицах. Уборкой тротуаров они остаются недовольны. Как вам? Удобно идется на каблучках? Нет, конечно. Ну на сколько у нас в Рязани тротуары убирают? Редко. Ну не очень хорошо убирают. Ну зато падать нягко. Рязанцы, которые приглашают в наш город своих друзей из Москвы и вовсе часто слышат от жителей столицы открытые высказывания о том, что наш город не развивается и не получает должного ухода. Если сравнивать Рязань с Москвой, то нужно нам со столицы брать пример, потому что там намного оперативнее работает техника по уборке снега. И вот такого на сегодняшний день там нет. То есть ты идешь по абсолютно чистому асфальту. Вы знаете, мы очень часто сейчас в Рязани говорим о развитии туризма. Выдают желаемое за действительное. Мы говорим о том, что Рязань развивается, мы говорим о том, что туризм развивается, но все начинается с деталей. В свою очередь на проблему действительно каждый год обращают внимание власти города. А в этот раз своим мнением на пресс-конференции, которая состоялась 30 января, поделился и прокурор Рязанской области. Олег Черныш, который ранее работал в Тульском регионе, отметил, что Рязань сильно проигрывает Туле в вопросе уборки снега. Что касается проблем заснеженности платных парковок, он заявил, что вопрос по этому поводу он хочет лично задать представителям администрации города и получить на него ответ. В это же время, 30 января, наш регион получил 19 новых комбинированных дорожных машин. Они предназначены для круглогодичного использования и содержания северного обхода трасс М5, М6, а также региональных дорог. Машины могут расчищать снег и перевозить инертные материалы – песок, щебень, асфальт и бетон при укладке дорожного платна. Но решит ли это проблема на дорогах города? Возможно, количества городской техники и людей для уборки дорог действительно не хватает. В таком случае Рязань может использовать недавний опыт передачи троллейбусов из Москвы. Остается надеяться, что выход будет найден и ситуация в итоге улучшится. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Подходит к концу первый месяц этого года. Не успели мы привыкнуть к тем изменениям, которые произошли в российском законодательстве в январе, как законотворцы подготовили для нас новые правовые акты, касающиеся различных сфер нашей жизни. Так, с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты. Размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг увеличится на 2,5%. Коэффициент индексации определили, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. В общей сложности пенсионный фонд обеспечивает ежемесячной денежной выплатой более 15,5 миллионов федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, героев Советского Союза и России, героев социалистического труда. При этом льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг, могут выбирать – получать их в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Законодательство предусматривает замену НСУ деньгами как полностью, так и частично. После индексации стоимость набора социальных услуг составит 1075,19 руб. в месяц. Также с 1 февраля появится новый вид кредита – синдицированный. Выдаваться он будет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, двумя или более кредиторами в рамках единого кредитного соглашения. В законе установлены общие положения о договоре синдицированного кредита, зафиксирован перечень лиц, которые могут быть кредиторами, а также отмечены особенности заключения договора синдицированного кредита и его основные условия. Согласно приказу Минздрава, с февраля 2018 года медики начнут проходить аккредитацию. Эту процедуру пройдут специалисты с высшим образованием по основным программам здравоохранения и медицинской науки, имеющие документы об образовании или квалификации. Затронет этот процесс и тех, кто после 1 января 2018 года получил среднее профессиональное образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Аккредитация будет представлять собой трехуровневый экзамен по международному стандарту. Еще одно нововведение. С 1 февраля МФЦ мои документы обяжут выдавать загранпаспорта нового поколения. Эту госуслугу должен обязательно предоставлять хотя бы один многофункциональный центр в городе с численностью населения более 100 тысяч человек. Напомним, что сейчас большинство МФЦ только принимает документы на оформление загранпаспорта, а получать документ нужно у сотрудников МВД. В марте 2018 года состоятся выборы президента России. Инновации в их организации заключаются в том, что теперь избиратели могут голосовать по месту пребывания, а не регистрации. Как это сделать, узнал Валерий Седов. Процедура выборов президента Российской Федерации упростилась. И хоть так называемых открепных удостоверений больше нет, голосовать по-прежнему можно в любой точке Российской Федерации. Если человека не будет в его родном городе, но он все равно пожелает принять участие в выборах, то достаточно оформить специальное заявление. Потребуется только паспорт. Оформление заявления на голосование займет не больше 10 минут. Вы их можете подать в МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии, подчеркиваю, в любой, в любом МФЦ, либо через портал государственных услуг. Если вы там зарегистрированы, тоже очень просто, ходить никуда не нужно, это можно сделать с домашним компьютером. Правда, по словам заместителей председателя избирательной комиссии, помимо паспорта вы еще должны точно знать место, где будете находиться 18 марта. Определиться с местом нужно не позднее, чем за 6 дней до выборов президента Российской Федерации. После 12 марта процедура подачи заявления на голосование станет куда сложнее. Это будет называться специальное заявление защитной маркой. Этот процесс очень похож на открепительное удостоверение. В данном случае вам надо будет уже прийти на тот избирательный участок, где вы зарегистрированы обязательно, и только там это заявление возможно оформить. Лучше этот процесс не затягивать, уже сейчас понимать, планировать 18 марта. Новая система с заявлениями на голосование уже была опробована в Рязани на выборах губернатора области. Правда, с тех пор она немного изменилась и стала куда проще, как для простых граждан, так и для работников многофункциональных центров. Заявления на голосование начали принимать только 31 января 2018 года. Однако от желающих уже нет отбоя. На сегодняшний день эта услуга, как жизнь показывает, популярна. Уже с утра у нас пришло 23 заявителя. Поэтому все отработано, все работает на твердую пятерку. Ждем всех наших тиротделов. Тиротделы в городе у нас 4, в области 25. Поэтому в любом тиротделе любой специалист окажет данную услугу. Если человек никогда не голосовал, и он хочет узнать номер своего избирательного участка, то это можно сделать по телефонам горячей линии или на сайте Центральной избирательной комиссии. В многофункциональных центрах вам также смогут подсказать всю необходимую информацию. Валерий Седов, Роман Вихров. Телекомпания. Город. Рязанские полицейские задержали двух закладчиков синтетических наркотиков. В ходе мониторинга регионального сегмента сети интернет специалисты управления наркоконтролем Рязанской области обнаружили активность, характерную для деятельности по распространению наркотиков методом закладок в импровизированные тайники, расположенные на улицах Рязани. По сведениям полицейских, подготовке сбыта наркотиков были причастны 25-летние 24-летние рязанцы. За что задержано? Тоже закладчик. Закладчик чего? Наркотик. Ранее судимо? Да. За что? За хранение и содержание плитона. Полицейские заметили, когда приятели собрались на маршрут закладки. И ночью задержали злоумышленников в Рязани у дома одного из них. При личном досмотре оперативники обнаружили у рязанцев контейнеры с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что старший из задержанных незаконно хранил при себе 5 граммов, а младший 3 грамма синтетического наркотика. Позже при осмотре места жительства 25-летнего рязанца полицейские обнаружили еще один грамм запрещенного вещества. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. К другим темам. Итоги театрального чемпионата подвела газета «Комсомольская правда». Лучшие спектакли определяли компетентные жюри и обычные зрители. Отрыв первого от второго места составил всего лишь 0,2 балла. Подробности у Галины Ершовой. Спектакль «Я скучаю по тебе» студенческого театра «Переход» стал лучшей премьерой ушедшего года. Рейтинг составила газета «Комсомольская правда». За кубок и любовь зрителей боролись 13 спектаклей. Их подготовили кукольные, драматические, студенческие и музыкальные театры, а также театр юного зрителя. У нас в Рязани очень хороший зритель. И он тянется у нас в абсолютно любой театр. И полные залы, и аншлаги были и в музыкальном театре, и в театре «Переход», и в театре «Нособорный». Во всех абсолютно рязанских театрах полные залы мы наблюдали. Особенно на премьерах, конечно же. В голосовании приняли участие более 700 зрителей. Театр «Переход» набрал 17,9 балла. Это всего на 0,2 и больше, чем у лавертовской маковницы театра «Кукол». Оценка складывалась из суммы среднего балла членов жюри и отзывов зрителей на сайте. Увидев спектакли, я понял, что эти спектакли играют настоящие артисты, пусть молодые, но в этом их преимущество. Они еще не устали жить, им нравится жить, им нравится испытывать какие-то эмоции. Этот эмоциональный настрой молодых артистов, он и передается зрителям. Может быть, поэтому зрители так и любят этот театр. Идея спектакля «Я скучаю по тебе» родилась 50 лет назад. В его основу легла пьеса одного из лучших драматургов 20 века Александра Володина. В оригинале она называется «С любимыми не расставайтесь» и входит в школьную программу. Поэтому центральной задачей для режиссера стало осовременивание произведения. Еще тщательнее нужно отделить главную тему от побочных каких-то, даже может быть, не очень отвечающих сегодняшней жизни моментам. Артисты Вячеслав Журавлев и Александра Аверина играют судьи, которые ведут дела о разводе семейных пар. Сыграть мистических персонажей помог личный опыт. Ребята признаются, что им пришлось не вживаться в образ, а максимально привносить в постановку собственную индивидуальность. Несмотря на то, что они провели множество репетиций и не раз выходили на сцену, артисты продолжают волноваться. Сейчас уже понимаешь, что гораздо лучше плаваешь в материале. Ну и в то же время ответственности больше, потому что уже, который спектакль, и если ты себя полностью распустишь и не будешь волноваться, то это, может быть, сыграет тебе не очень хорошо. Настроиться на очередной спектакль помогают нехитрые дыхательные упражнения и приемы концентрации внимания. Ведь для зрителей театра каждый показ единственный, а значит, нужно удивлять. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И вновь рязанские спортсмены радуют своих наставников и болельщиков. На этот раз в копилку медалей Рязанской области золото добавила лучница Екатерина Бирюкова. Золото первенства России завоевала рязанская лучница Екатерина Бирюкова. Соревнования прошли в городе Орле. В них приняли участие более 350 лучших спортсменов страны. Екатерина Бирюкова выступала в группе юниоров до 20 лет. Она стреляла из классического лука на дистанции 18 метров. Я не ожидала, что у меня будет медаль, и еще золотая. Не знаю, она как-то так стреляла, стреляла, потом я такая, ой, за золото стреляет, классно. А потом, ой, я выиграла. Ну и все, ну, как будто радость была, ну, как бы и сейчас есть. Золотая медаль стала новым шагом в карьере. Девушка занимается стрельбой уже 7 лет. Она получила звание мастера спорта, завоевала серебряную медаль чемпионата мира, однако на верхнюю ступень пьедестала еще не поднималась. Лучника зачастую определяет какое-то такое внутреннее ощущение выстрела. Вот, то есть она его почувствовала на данный момент целеустремленная, упертая. Ну, все время до конца борется. Тренировки проходят 6 раз в неделю по 3 часа. Принято считать, что за это время лучники прожимают в 4 раза больше веса, чем тяжелоатлеты. Ведь всего натяжения тетивы при стрельбе из классического лука достигает 20 килограмм. А за время тренировки спортсмены делают больше сотни выстрелов. В классическом луке соблюдается вот тот именно спортивный принцип, что атлет должен проявить физическую ловкость, психологическую устойчивость и, соответственно, меткость. Эта дисциплина всегда входила в программу Олимпийских игр. Ведь классический лук, в отличие от своего брата, блочного лука, имеет всего одну точку прицеливания. А значит, требуется калиного зрения и твердой руки. Однако Екатерина Бирюкова мечтает не о славе. Девушка хочет стать тренером, чтобы самой воспитывать новых чемпионов. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова